Всем большой-большой привет! Сегодня мы разбираемся с тем, когда нужно ставить кавычки. И, казалось бы, очень странный вопрос и очень странный знак припинания. Я вполне с вами соглашусь, это действительно так и есть. Но! Стоит понимать, что расстановка кавычек нам пригодится исключительно, в принципе, для задания на пунктуационный анализ и для одного лишь задания на пунктуационный анализ. То есть, и в банке ФИПИ не так много заданий на кавычки, и, поверьте, вероятность, что вам встретятся задания именно на кавычки, крайне мала. Но! Нам в любом случае нужно знать, когда их ставить и когда их не ставить. Поэтому поехали! Первое правило, и, в принципе, применимое по большей части для сочинения, кавычки ставятся в том случае, если слова или словосочетания, какие-то выражения используются в необычном значении. То есть, употребляются в необычном условном ироническом значении. Пример необычного значения. Они не имели права находиться на верхних палубах, предназначенных исключительно для чистой публики. Чистая не то, что они помылись и были чистыми. Нет, это про определенный статус мы говорим. Затем, малоизвестные термины. Рано весной, как только сойдет снег и станет обсыхать ветошь, то есть прошлогодняя трава, начинаются палы или лесные пожары. То есть, мы используем малознакомые термины. Конечно, мы их потом пояснили, но в любом случае, как термины мы выделили. Или иронический контекст. А новый родственник оказался просто проходимцем. Ирония. Следующий пункт мы, кавычки, будем ставить при прямой речи или цитировании. Это самое популярное, что только вы, в принципе, и будете видеть. Пример. Я отвечал Пугачеву. Слушай, скажу тебе всю правду, рассуди, могу ли я признать в тебе государя. То есть, для кавычек нам пригодятся все схемы, которые мы изучали для тире, и все схемы, которые мы изучали для двоеточий. Нам, в принципе, на вот эти вот тире и двоеточие будет абсолютно без разницы. Но кавычки будут выделять прямую речь, то есть какую-то цитату. Ничего сложного, как вы понимаете, здесь не будет. Затем. При помощи кавычек будут выделяться различные названия. Литературные произведения, органы печати, названия предприятий, кинотеатров и так далее. Примеры. Газету «Комсомольская правда» в метро раздавали каждый день. Название газеты. Стихотворение «Бородино» нам сказали выучить к пятнице. Название стихотворения. Балет «Щелкунчик» понравился мне гораздо больше, чем «Лебединое озеро». Название балетов. Или. Крейсер «Аврора» привлекал своими размерами и историей многих туристов. Название крейсера. Киностудия «Массфильм» выпустила такие фильмы, как «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «12 стульев». Сначала мы взяли в кавычки название киностудий, а затем название фильмов. Или. Кинотеатр «Юность» покажет старые фильмы в это воскресенье. Опять же. Название кинотеатра. Еще один вариант. Юрий Гагарин полетел на космическом корабле «Восток-1» с космодрома Байконур. Здесь название корабля и название космодрома. Можно кавычить, в принципе, и название песен. Или название автомобиля. Все, что угодно, здесь будет подходить. Но. Теперь мы разберем, что не выделяется кавычками. Во-первых, собственные наименования, которые не имеют условного значения. Московский театр «Кукол» открыл двери для посетителей ровно в 19.00. Ничего выделять не будем. В «Измайловском парке культуры и отдыха» есть несколько площадок для выгула собак. Вновь ничего не выделяем. Если у нас в названии есть слова «имени» или «памяти». Пример. Больница имени Боткина находится недалеко от метро. Ничего не ставим. Можно прокатиться на корабле по каналу имени Москвы. Вновь ничего не ставим. Еще один вариант. Исторические события мы тоже не выделяем кавычками. 25 ноября 1741 года состоялся дворцовый переворот, в результате которого к власти пришла дочь Петра I Екатерины I Ельзавета, правившая страной на протяжении 20 лет. Или. Период смуты был кровавым и тяжелым временем для истории нашей страны. Или. Период правления Рюриковича длился на протяжении 7 веков. То есть, исторические даты, исторические периоды не ставим в кавычки. Названия животных тоже никак не выделяются кавычками. Этот большой зверь с виду напоминал мне лошадь. Или. Из-за плохого зрения он спутал пакет с кошкой. То есть, стоит понимать, причин постановки кавычек очень и очень мало. Основные причины это прямая речь или цитирование, или название чего-то. Название каких-то произведений, название кинотеатров, название стихотворений и так далее. То есть, формально причин, когда мы ставим кавычки или не ставим кавычки, именно в обычной жизни довольно много. Но в рамках УГ по русскому языку нас будут интересовать именно цитирование и название различных предприятий или произведений и так далее. То есть, кавычкам нам не нужно уделять так много внимания, как запятым, тире или двоеточим. Но в любом случае, основные правила нужно знать. Поэтому, удачи в подготовке и пока-пока. Продолжение следует...